Отец Сергей, каков духовный смысл праздника Дня Победы? Когда мы вспоминаем Великую Отечественную войну, ее окончание, мы празднуем великое событие в жизни нашего народа. Он был не просто носителем Великой Победы, не просто участником этого страшного сражения, но он был, наверное, и духовным хранителем всего мира. Вот мы когда говорим о Великой Победе и о духовном смысле этого явления по-другому не скажешь, тут, наверное, нужно рассматривать все только с чисто духовных и богословских таких основ. Понятно, что можно сравнивать количество дивизий, полков, танковых, авиационных эскадрилей. Можно рассматривать тяжелейшее начало Великой Отечественной войны, о просчетах и, наоборот, великих достижениях наших полководцев, которые какими-то своими решениями повлияли на ход и исход боевых действий. Но в любом случае, когда мы говорим о борьбе всего народа, советского народа, русского народа или российского народа, мы говорим о том, что сохранили мир во всем мире. Мы сохранили нашу самобытность, нашу духовность, нашу, наверное, территориальную целостность. Но, наверное, еще больше мы сохранили ту сакральную внутреннюю духовную свободу, которая не могла бы остаться для нашего народа без победы в этой кровопролитной войне. Вот когда мы думаем, что победа – это только победа оружия, мы глубоко ошибаемся. Это победа духа народа. И вот дух не может быть фактически нехристианским, потому что Россия, которая де-факто святая Русь, она изиждется на этих внутренних, духовных, даже не только исторических, но в первую очередь сакральных основах. То есть даже то, что советская власть была, даже то, что многие люди оказались отвержены от христианской жизни в ее сегодняшнем понимании. То есть многие были невоцерковлены, но практически все были крещены, особенно участники боевых действий. И генералы, и маршалы, и адмиралы, и солдаты войны, которые были в основном людьми уже в возрасте. То есть это не были только 18-летние юноши. Это были и 40, и более взрослые люди, которые, естественно, в детском возрасте были крещены. А молодые люди были детьми крещеных людей. А молодые, естественно, были крещеными и воспитывавшимися на таких духовных основах, которые, ну, может быть, без религиозной тематики, но на внутреннем правильном содержании это уж точно. Вот тогда, когда мы вспоминаем Великую Отечественную войну, надо отдать должное нашему народу. Он выстоял. И он выстоял не просто потому, что имел лучшее оружие или имел какое-то еще техническое превосходство над противником. Как раз-таки в первые годы точно наоборот. Но выстоял благодаря своему внутреннему самопожертвованию. Ведению и видению, что совершается что-то ужасное, если не остановить врага, то будет страшно не только родным и близким, но и, наверное, всему человечеству. Вот поэтому такая оборона, такое противодействие было совершенно духовным. Мне кажется, наши люди должны, сегодняшние наши люди и молодежь должны чаще обращаться именно к духовным истокам нашей победы. Вот то, что сегодня для нас важно, то, что происходит с молодыми людьми сегодня, это результат того, что выстояли наши деды и отцы. Они, та святая Русь, они те, кто сохранил для нас сегодняшний мир, они те, которые молятся за нас, и мы в соответствующем образом должны молиться о тех павших героях и просто людях, которые отдали свою жизнь за други свои, за отечество, за ближних своих. Это настоящее христианство.